Здравствуйте, это Нина Зверева. Это Светлана Никонникова. И мы не просто так, вот так. Вот так. Похожи? Не случайно. Дело в том, что мы соавторы новой книги. И мне хотелось бы подчеркнуть нашу бригадность, нашу комплектность, нашу командность и нашу, в общем, в чём-то одинаковость. Несмотря на то, что мы очень разные. А одинаковы мы в книгах. И в придумывании, и в делании. И я хотела бы подчеркнуть здесь, конечно, условную роль Светланы. Потому что окончательный литературный вариант. Это вот Светина работа. А пока мы думаем вместе, мы думаем вместе. И это потрясающий совершенно процесс. Книга выйдет скоро. В Альпине. Издательство Альпина в основном сейчас прямо издают наши книги. И называлась книга «Хороший вопрос, не поверите». Как название моей любимой рубрики на Ютубе с вашими вопросами. Но! Как она называется сейчас, не знает никто. Может, поможете? Мы сейчас как раз в процессе обсуждения с издательством того, каким всё-таки будет название этой книги. Окончательное. Нам хочется весёлые названия. И я уже говорила комплимент Татьяне Мужицкой про название её книг. «Мне всё нельзя», скажем. Или «Теория невероятности». Мне тоже хочется какое-то весёлое название. Хотя книга такая вполне серьёзная. Книга о том, как задавать вопросы и отвечать на них. А сегодня мы как раз этим и займёмся. Будем задавать вопросы и отвечать на них. Моя задача сегодня – вопросы задавать. А задача Нина Витальевна – на вопросы отвечать. И заодно объяснять вам, почему именно так она отвечает. Потому что некоторые вопросы будут очень даже неприятными. Вопросы от подписчиков. Как хорошо. Но ты, как автор книги «Травология», это твоя книга, тоже получишь от меня несколько вопросов. Неприятных. Неприятных, троллевских. Которые тоже должны будешь с ними что-то сделать. Но кроме того, что мы… Как говорится, не переключайтесь. Да, да. То есть мы ещё не знаем. Вы же понимаете, что мы не знаем. Я не знаю, какие вопросы мне Света будет задавать. Света не знает, какие вопросы я буду задавать ей. Но вначале всё-таки чуть-чуть капельку теории. Теория простая. Первое. Вы боитесь задавать вопросы. Знаете почему? Знаете почему вы боитесь задавать вопросы? Потому что подчистую вопрос-то интереснее всего собрания. Вопрос-то он всё и проявляет. И у вас внутри много эмоций, и у вас внутри какие-то формулировки. И если вы встаёте внезапно или прямо с места что-то такое говорите, и возникает полная тишина, вы оказываетесь в центре внимания. Вопрос – это тоже публичное выступление. И надо всегда понимать, с какой целью вы его задаёте. Чего вы хотите добиться. И часто вопрос, который вот так «ап!» Вот вылетел, особенно в семье, особенно с подростком, с ребёнком, с мужем, да с кем угодно, с соратником по работе. Вот он потом долго мучает вас. Он может быть, зачем я? Зачем я спросил? Вопрос – это ещё и умение слушать. Потому что если человек рассказывает вам что-то, а вы не задали ни одного вопроса, значит, просто вы не слушали. Иногда история-то не очень интересная. И не кстати она вам. И всё-таки надо обязательно что-то спросить. Это называется уточняющий вопрос. Иногда вопрос, когда нет времени, равен целому выступлению. Это называется питч вопрос. Когда вы вдруг задали вопрос, и все люди начали думать. И раньше они об этом не думали. И вдруг повернули вот так, что они начали думать. Это питч вопрос. Сколько мы насчитали вопросов? Вы нашли первой главе. У нас интересно устроена книга. У нас первая глава, первый раздел такой, да? Это какие бы это вопросы. А второй раздел – как на них отвечать? Никто из нас не математик, поэтому никто не скажет, сколько мы насчитали вопросов. Не помню. Как ты не математика? Я матушколу закончила, очень горжусь своими арифметическими склонностями. Только я расписываю пулечку, кстати, про финансы. В смысле я пишу, потому что я не ошибаюсь в цифрах. Так что извините. Нет-нет-нет, там, наверное, 12 глав, значит, 12 типов вопросов разных. Но мы не можем сегодня вас грузить пересказом книги. Да, собственно, зачем? Будет же сама книга. Её можно будет купить. Поэтому давай выберем прямо вот самые-самые такие главные. Ну, например, пич-вопрос. Когда ты вдруг ни с того ни с сего получаешь такой вопрос, над которым ты должен задуматься? Ну, например, давай пример, Света. Пич-вопрос. Можешь? Не могу. Он иногда звучит очень просто. Ну, например, с работником вашим что-то не так. И вдруг вы спрашиваете, слушай, а тебе нравится эта работа? Это не обидно абсолютно. Но это может застать врасплох, застать думать человека, действительно, ради чего он ходит на работу, нравится ему работа или нет. Однажды мой сын задал мне вопрос, который меня абсолютно обескуражил. Я начала стареть, так заметно как бы вот. Ну, сама стала замечать. Ну, естественно, жаловалась дети. Да что такое? Откуда ты лишний размер? И вообще что-то такое? Ну, видимо, я немножко понадоела им своими этими жалобами. И сын мне задал пич-вопрос. Он сказал, мам, а с кем из твоих подруг, провесниц, ты хотела бы поменяться фигурой? Ну, не то, что у меня фигура прям супер-супер. Но я просто задумалась. И пока я задумалась, они все начали смеяться. Больше я не жаловалась. Потому что это вопрос, который застал врасплох. Я думаю, ты записался добровольцем, это тоже пич-вопрос. Потому что как бы человек там не относился, и как бы там он чего-то. Но этот вопрос такой... И вот человек начинает думать. И иногда, когда идёт собрание и обсуждается какой-то проект, обязательно найдётся человек, который вдруг встанет и спросит. Слушайте, а зачем вообще мы это делаем? Нам этот проект нужен? Или, например... Ты, кстати, умеешь прекрасно задавать пич-вопрос во время наших собраний. Или, например, вдруг кто-то скажет. А кто у нас целевая аудитория? И оказывается, что всё, что было до этого, не имеет смысла. Вы поняли меня? И в работе, и в жизни очень важно задать вопрос вот такой какой-то, по сути, сутевой. Простой, но сутевой вопрос. Знаменитая история про пич-вопрос – это как мальчики из Гарварда, рекламщики молодые, помогли выиграть Рональду Рейгану президентскую кампанию в Америке. Они развесили кругом такие квазисоциальные плакаты, ну, как бы социальные плакаты с надписью «Дорогие американцы, изменилась ли ваша жизнь к лучшему за прошедшие 4 года». До Рейгана был президент, который всех устраивало, он спокойно шёл на второй срок. Но когда все люди по всей Америке задумались, изменилась ли их жизнь к лучшему, и поняли, что не очень, а потом возник портрет Рейгана со слоганом «Я изменю жизнь к лучшему», то запрос на второй плакат был гораздо мощнее, чем могло бы это быть. И оказалось, это гораздо дешевле, чем мог рассчитывать кандидат президента. У него как раз, в общем, не было даже несредственных амбиций особых. Ну, вот видите, стал президентом очень заметным в истории Америки. Ну, вот, собственно, это пич-вопрос. Какие ещё бывают вопросы? Разные бывают вопросы. Можно я вам несколько вопросов задам? Каких? Не из тех, которые подписчики прислали, а из тех, что действительно лично меня интересует. Пожалуйста. Один из таких вопросов, вы же всю жизнь были по разную сторону микрофона, диктофона, вы и задавали вопросы, и отвечали на них, очень разные. Вам что проще, задавать вопросы или отвечать? И то, и другое сложнее. У меня сейчас требования к себе другие. Если я учу других людей формулировать вопросы, отвечать на него, у меня требования к себе другие. Но я точно знаю, и советую вам, друзья, вот первые 3-5 секунд, даже если вопрос задевается живой, вопрос на повал. У нас есть такая глава. Вопрос на повал. Неприятный вопрос. Ты чего так выпендрился? Чего так выглядишь? Ты вроде делал пластику живота чужого, он так заметен. Мало ли, какие бывают неприятные, особенно личные, вопросы, касающиеся внешности. Есть люди, которые как легко это делают. Вопрос на повал. Или сколько вы зарабатываете, неприятно. Или изменяли ли вы своей жене, неприятно. Это всё неприятные, это всё вопросы на повал. И я всегда говорю людям, которые вот так сражены вопросом, легко и сразу, и видно по ним, что они растерялись, вы просто берите паузу. Вообще подумать над вопросом, это полезно. Давай любые вопросы, Света. Ты обещала? Да, я обещала. Ну, на ваш взгляд, в последнее время тоже журналисты часто у вас интервью берут, и скорее всего это происходит так. Вам присылают список вопросов, вы этот список вопросов читаете, приходите на интервью, и журналист идёт прямо по списку вопросов, вне зависимости от того, что вы ответили на предыдущий вопрос. Почему люди не умеют вопросы задавать, даже если они, казалось бы, деньги за это получают? Ну, не все журналисты такие. И, как правило, второй раз с таким журналистом я дела не имею. Потому что я сама точно знаю, что хорошее интервью, хороший разговор вообще – это сочетание вопросов, которые интересуют вас к этому человеку заранее, и вы, конечно, их продумываете, с вопросами, которые вы сдаёте во время беседы. Потому что так называемые уточняющие вопросы, которые вы сдаёте во время беседы, показывают ваш интерес к человеку. Вот почему уточняющие вопросы – то, с чего надо начинать. Прослушали рассказ? Не молчите, спросите. Ну и как теперь вы общаетесь? Ну, знаете, как хорошие подружки разговаривают? А он? А ты? А он? А ты? Ну и что ты решила? Ты с ним? Правильно. Ты не с ним? Правильно. Ну, вот это настоящие подружкины вопросы, уточняющие вопросы. Ну, вот, собственно, и всё. У вас же были случаи, когда вы задавали вот тот самый уточняющий вопрос, и именно на уточняющий у человека глаза-то и зажигались? Конечно. Ну, ты-то знаешь, о чём ты говоришь. Хотите, расскажу вам инсайдерскую информацию? Никогда не рассказывала. Я хочу. Не знаю, как вы, друзья, я хочу. Я только что вырежу. А это про тебя. 20 лет назад. Молодая абсолютно девчонка. Она сейчас молодая, тогда прям совсем. Как говорил Михаил Сладков сопливая, не обижайся. Это означает просто возраст. Пришла брать у меня интервью из газеты «Автозаводец». Ну, я с удовольствием давала интервью газеты «Автозаводец», уважаемая газета, целый город, можно сказать, «Автозавод». И девочка так подготовилась к интервью, что она всё время меня удивляла. Мне казалось, она знает про меня больше, чем я сама. И вот то сочетание было знания про меня и уточняющих вопросов. Короче говоря, мы сидели долго с тобой тогда, часа полтора-два, я всё отменила, что у меня было. А закончилось тем, ну, я всё-таки знаю своих людей. Я сказала, Светлана, а почему бы вам не пойти ко мне работать? Теперь тебе вопрос наповал. А почему ты не пришла ко мне работать? Ну, потому что я подумала, что этот дежурный комплимент не может Нина Витальевна Зверева пригласить девочку из «Автозаводца» к себе. Тогда другой вопрос. Поэтому наше общение прервалось на пятнадцать. Тогда другой вопрос наповал. Почему ты в себя не веришь? Так как верю в тебя я. А просто вы во всех людей верите больше, чем они верят сами в себя. Поэтому не равняйте других по своей планке. Но наших книг бы не было без тебя. И твоя роль в наших книгах колоссальна. Мы вместе придумываем, вместе создаём. И я писала и с другими людьми, писала сама много книг из своих там двадцати трёх. Но именно общение с тобой сделало наши книги супер-мега-популярными. Ты осознаёшь свой вклад? Я осознаю, что вот именно сейчас нашим зрителям стало неинтересно. Потому что неинтересно смотреть на то, как два хороших человека хвалят друг друга. Вы одинаковые. Нет, вы поругались. Да. А мы только хвалим. Поэтому давайте мы лучше перейдём к вопросам от вас, дорогие зрители. И вот один из, скажем так, вопрос, который повторяется в разных вариациях. Первая вариация. А что делать, когда задаёшь вопрос, человек отвечает, перебивать его нельзя, а очень хочется сказать? А второй вариант вопроса – а что делать, когда ты вроде бы должен задавать вопросы, а не знаешь, чего спросить? То есть такое ощущение, что люди делятся на две категории. Первая категория не может замолчать, а вторая категория не может открыть рот. Как вот это всё объединить и объединить и поделить? А кто у нас сегодня вопросы задаёт? Я задаю, а вы отвечаете. Я и задаю задающего. Мы договорились, я тоже буду задавать вопросы, уж в этом я не ограничиваю, пожалуйста. И всё-таки, почему люди боятся задавать вопросы? Если серьёзно, Света. Почему боятся? Ну, она вас говорит, как это происходит? Почему боятся? Не то чтобы бояться, не могут придумать. Не могут придумать, потому что боятся. Всё равно что-то происходит в этот момент с психикой, и люди боятся вообще всегда что-то произойти вслух. Когда-то, видимо, кто-то сказал «не надо». И вы должны начинать это делать в комфортной обстановке, с подругами, в семье. Но это обязательно надо делать. Я-то считаю, что любая наша проактивность, даже если вас позвали на совещание, где вам нет возможности выступить, у вас есть возможность задать вопросы всегда. И любая проактивность, любое проявление своей позиции, любой вопрос такой вот слух по делу, будет замечен, поверьте. То есть это хороший способ и сделать карьеру, и показать себя, почему нет. Бояться никак не надо. Ну, что касается уточняющих вопросов, которые помогают человеку раскрыться, то здесь опять же надо прислушаться к себе самим, как вы это делаете в реальной жизни. Ребёнок пришёл из садика, и он грустный. Что не так? Твоя история. Со мной никто не играет. Когда я пришла, ты играл с Серёжей. Ну да, но он редко со мной играет. Но вчера утром, когда мы пришли, ты играл с Наташей. Ну она теперь со мной не играет. Подожди. Ты играл с Наташей, ты играл с Серёжей. Означает ли это, что ты играешь с детьми? И что это? Ответ какой? Ну да. Что с ребёнком? Он успокаивается. То есть вот такие наводящие вопросы, уточняющие вопросы, вопросы, которые показывают ваш интерес к жизни человека, они чрезвычайно ценные. Моя мама этим отличалась, конечно, невероятно. И мне сделала комплимент мой учитель Родина Александровна. Она мне сказала, надо же тебе рассказывать, и такие внимательные глаза. Я подумала, нет, это мамины глаза внимательные. Вот она как слушала. Она слушала так, что она через два года могла спросить. Слушай, а ты вот с этим человеком общаешься? Господи, я уже забыла, кто это. И вот настолько она запоминала. И как же это ценно, и как же страшно, когда человек слушает и не задаёт ни одного вопроса. Ощущение, как вот, а ведь он слушает. Ощущение, как вот в ату всё уходит. У вас нет реакции. У вас нет реакции, и вам страшно. Тут есть очень хороший вопрос от подписчиков. У моей сестры дурацкая привычка отвечать вопросом на вопрос. К примеру, я ей. Ты продукты в таком-то магазине покупаешь, а она в ответ. А в каком ещё-то? Как отвечать человеку, который отвечает на вопрос вопросом? Вообще, скажи, можно отвечать на вопрос вопросом? Да всё можно, что не входит в уголовный кодекс. Хороший ответ. Да, хороший ответ. И, кстати, весьма такой универсальный. Некоторые универсальные ответы обязательно надо иметь в своей такой вот, как бы сказать, папочке ответов. На случай, когда вы можете растеряться, вы можете спокойно ответить так, как ответила сейчас Света. Фразой, после которой уже вопрос заново не задашь, а вроде как и ответил. Хотя и не по существу. Но отвечать вопросом на вопрос можно. Ну, например, иногда это прямо лучший ответ. Если вам задают неприятный вопрос и говорят, что, например, вы не сделали то-то и то-то, хотя обещали, то спокойно можно спросить, когда обещал. Напомните, когда обещал и кому, если идёт чёткая неправда, который провоцирует зал против вас. Или, например, вы бы дают какую-то информацию человеку, можете спросить источник информации. И у журналистов тоже. Поэтому нет такого закона, что вопросов на вопросы отвечать нельзя. Но если вот этот бытовой случай, я думаю, что это может быть неприятно. Ты в каком магазине продукты покупаешь, а в каком, типа, ещё-то, ты в этом покупаешь, а в каком ещё? Мы можем здесь порекомендовать сразу ваш эфир про «Я-сообщение». Потому что именно «Я-сообщение» лучше всего и дать понять сестре, что это не с ней что-то не так, это вам не нравится, когда на ваш вопрос задают следующий вопрос, а не дают ответ. Такая есть у вас особенность. Да, можно сослаться на свою особенность, причём даже себя покритиковать за это. Слушай, мне так трудно, когда я что-то спрашиваю. И в ответ прилетает вопрос. Вот я просто, у меня сразу, как-то, голова отрубается. Вы не обидели никого, но вы как бы дали знать, что это не очень хорошо. Это и есть «Я-сообщение». Но самый такой бытовой пример из жизни нашей семьи, например. Я раньше, когда приезжала на дачу, когда я не знала великую силу «Я-сообщение», приезжала на дачу, спрашивала, «Вова, куда ты поставил перец или там соль?» Потому что он всё любит менять. И он сердился. Я говорю, да никуда, да вот сюда, да легко найти, да что за вопрос. Вот он сердился. Когда я узнала ее сообщение, я всегда очень трогательно, так по-женски говорила. «Овочка, дорогой, не могу найти, не могу найти и нервничаю, не могу найти соль и перец». Он подходил, тут же мне помогал и оказывался молодцом. Вот просто то же самое, но по-другому, гораздо более мирно. Давайте ещё, мне очень вот это нравится. Ребёнок не хочет учиться, какой вопрос ему задать, чтобы захотел? Ну, вот это питч вопрос должен быть. Да. А где ты хочешь работать? А хорошо, ты не хочешь учиться, отлично, а где ты хочешь работать? Ну и дальше оказывается, либо у банки, либо космонавтам, либо там ещё что-то такое выдающееся. А как думаешь, сюда берут стройками? Следующий вопрос. Больше ничего. Ну, просто ничего. Я рассказывала несколько раз эту историю, когда моя внучка Наташа там не очень хорошо училась в подростковом возрасте, и ей хотелось только тусовок. И Нелли спросила, дочь, «А как ты думаешь, где интереснее вообще и мальчики, и тусовки? В школе? В ПТУ, типа, ну, в таком колледже, или в университете? Ну, ещё приехала девочка там, университетская, специально, конечно, это не очень случайно было, который рассказал, насколько там интересно. Ну, и сразу всё. Вот это как ты думаешь, где? И дальше вожделенное нечто, и дальше ребёнок сам делает выводы. Это пич вопрос. Пич вопрос – это вопрос, вроде, не очень такой, вот, не задевающий вас лично, но над которым вы думаете, потому что это вам важно. Это очень хороший тип вопросов. Самый мой любимый тип вопросов – трёхактный. Мы этому учим на курсе «Гений общения», у нас есть специальный урок. И как я сейчас, с каким удовольствием, у меня сейчас учится парень по имени Игорь, как он хорошо сформулировал трёхактный вопрос Гребенщикова, я там не знала фактов из жизни Гребенщикова, и я прямо написала ему, ну, вот, отлично, мне самой было интересно. Что такое трёхактный вопрос? Когда первая ваша фраза основана на каком-то точном знании фактов про этого человека, с кем вы разговариваете, вторая фраза тоже, на основе фактов. И они проверены, они известны. Их нельзя провернуть. Но первый факт, со вторым фактом никак не бьются. Да? Да. Ну, например. И как так? Ну, например. Создаются вопросы… Люди, пример. Нина Витальевна – это человек, который умеет ставить людей в неудобное положение вот так вот сразу. Вот, например, сейчас. Так, давай трёхактный. Сдала на мне трёхактный вопрос, попросила меня привести пример трёхактного вопроса, а я не подготовила ни одного трёхактного вопроса, чтобы вот так вот сходу его задать. Но в нашей книжке ты приводишь пример как раз вопроса, который обычно задают мне. про моих трёх детей, которые, как известно, в разное время и по разным причинам уехали жить за границу. И почти всегда на встрече с читателями, почитателями, на тренингах в конце мне задают вопрос, как же так Нина Витальевна? И если просто спрашивают, вот, почему все ваши дети за границей, я могу легко ответить, вот так получилось, укажу свою судьбу, я просто принимаю то, что получилось. Конечно, мне грустно. Всё. Но если вопрос задают как трёхактный, то уже у человека нет возможности вот так как-то легко выйти из него, да? Потому что здесь уже человек вынужден объяснять. Вот этим этот вопрос и хорош. И им часто пользуются очень хорошие журналисты, которые изучают жизнь человека, его дела, чтобы поставить некоторых смыслов в тупик. И когда мне говорят, вот вы во многих своих интервью, фильмах, ну, всей своей жизнью, да, показываете, как вы любите Россию, и вы живёте здесь, и каждое видео моё связано так или иначе с моим любимым Филином, с Узолой, с Россией, со странной, с родителями, со всем. Это первое, да? То есть вы патриот, я не люблю это слово, но всё-таки такой понятный вот прямо житель России, и вы любите свою страну. Первая фраза. Трудно возразить. Вторая фраза. Все ваши трое детей уехали из России, живут вне России. И, наконец, вывод. Третья часть пьесы. Что же такое воспитание было не так? Как это могло так случиться? Почему в этом смысле вы никак на них не повлияли? Тогда приходится уже отвечать более подробно, хотя сейчас я могу ответить на этот вопрос и коротко тоже. Потому что то, что они живут вне России, не означают, что они не любят Россию. Более того, жизнь иммигранта такая, что поговорите с любым, и каждый вам скажет, что отлично было бы жить в своей стране и говорить на своём языке. И это очень сложная судьба у любого человека, который оказался за границей. Поэтому, может быть, с ними что-то не так, а может, со страной что-то не так. А всё равно, видите, отвечают другу. Как отвечать на вопрос начальника? Я опять же возвращаюсь к вопросам от подписчиков. Как отвечать на вопрос начальника, если я не понимаю, что он хочет? Начинаешь уточнять. Он растражается, переходит на повышенные тона. Недавно тоже нам рассказали ситуацию, когда человек выступает, показывает свою презентацию, начальник говорит, это всё ерунда. Человек говорит, а можно я коротко свою главную мысль сформулирую? И начальник говорит, нет. Что делать в этой ситуации? Я думаю, надо против лома, против силы применить силу. То есть, если бы такой случай случился бы со мной, я бы проявила силу. Я бы сказала, дайте мне две минуты, пожалуйста. Это очень важное для меня выступление, это важная презентация для всего нашего банка или, не знаю, норильского никеля. Дайте мне, пожалуйста, две минуты. В ситуации, когда мне не давали задать вопрос как журналисту, я придумала фразу «только один вопрос». И я поняла, что это ключик к любому человеку. Только один вопрос, никто не может запретить, только один вопрос. А дальше надо этим вопросом зацепить так, чтобы потом была уже возможность задавать много вопросов. Поэтому дайте мне две минуты, пожалуйста. Две минуты ровно. И я расскажу главное. И потом скажу, что там с этим слайдом не так и почему так получилось. Дайте мне две минуты, пожалуйста, закончить мысль. Один раз ко мне обратился парень, стратег большой компании, потому что у начальника вообще была манера перебивать на третьей минуте. А у него было очень важно на целый год доклад, стратегия. И там было много изменений. И он боялся, что до изменений он не дойдёт и опять окажется, что это всё пусто-пусто-пусто, потому что результат это никакого. И он мне говорит, не, Витальевна, как мне быть? И я говорю, всё через комплимент. Надо сказать, там, я не знаю, Иван Иванович, зная ваше внимательное отношение к моей презентации, к любой презентации, ваше умение вникать в детали, я всё-таки очень прошу сделать такой эксперимент. Мне надо ровно 10 минут, потом любые вопросы. Я так устроен, когда меня сбивают, мне трудно потом. мы всё это выучили наизусть, мы это прорепетировали, он это сказал, у него всё получилось. Мне кажется, что когда человеку дан язык и мозги, ну, вот ещё хорошо тренера или книгу, наша книга очень поможет. Вот вы знаете, это прямо такая помогательная книга, как бы она ни называлась. И мы назвали её «Хороший вопрос», издательство, это мне очень понравилось, сейчас она называется как-то по-другому. Сейчас она пока никак не называется, она в процессе. Стараемся, да, найти что-то такое повеселее и поинтереснее, потому что книга вообще просто инструкция, инструкция, как действовать, когда надо спросить или когда надо ответить. И как не волноваться, есть ещё вопросы. Смотрите, здесь один вопрос от подписчика совпадает практически с тем вопросом, какой я хотела вам задать из неприятных. Давай. Вопрос от подписчика такой. Говорят, что задавать вопросы собеседнику значит проявлять к нему интересную. Где грань? Какие вопросы задавать и как, чтобы общение не превратилось в допрос? Я наблюдаю за тем, как вы общаетесь с людьми. Заметила, что вы очень часто, только-только начав общаться, переходите вот эти вот все границы, там, рабочая зона, зона знакомых, как говорят, и выходите сразу в интимную зону и задаёте вопросы. Интимные не в смысле, вот там пошли в постель, а интимные в смысле вопросы глубоко личные. И поначалу мне казалось, что для людей это такой шок, они закроются и скажут спасибо Нина Витальевна, до свидания, я пошёл. А они вдруг начинают раскрываться и рассказывать то, что они больше никому никогда не рассказывали. То есть всё-таки можно задавать и глубоко личные вопросы людям, которые совсем мало вам знакомы? Или это только ваша магия и другим лучше не повторять? Без страховки. Перестань про магию. Мне кажется, ну, есть ещё возраст и опыт. Мне кажется, что вопрос сам по себе может быть даже не столь важен, как интонация, пауза и вот то самое бережное отношение к собеседнику, который собеседник чувствует. Вопрос бывает придуманный, вопрос бывает с целью действительно человека унизить, опорочить, сбить с ног. вопрос бывает такой, чтобы мы должны убрать конкурента, конкурс или ещё что-то, вопрос друг друга, поединки какие-то, которые были на телевидении когда-то, когда были настоящие ток-шоу. Сбить прямо цель, какая цель? Когда вы разговариваете с людьми, если цель у вас человека понять, узнать ближе, то вы чувствуете всегда границу возможного и невозможного. Более того, то же самое, то же всегда. Ведь можно всегда утеплить вопрос. А можно я задам такой вопрос? Нет, слушайте, я не готова отвечать. Это же не обидно никому. А можно вот об этом? Не знаю, это как-то вот ведёт, это как чутьё, это эмпатия. Но вот недавно на одном таком большом тренинге я попросила начальников по очереди спросить друг друга простой по смыслу вопрос. Ты придёшь в понедельник, но с разной интонацией. И столько было хохота, потому что очень хорошо у них всё это получалось. Ты придёшь в понедельник одно, да? Ты придёшь в понедельник другое. То есть это вот тут очень важная интонация и взгляд. Тот самый внимательный взгляд на человека. Не знаю, я не стала для себя никак тут. Кстати, у меня недавно была большая неудача в эфире с Мужецкой, когда там более 50 подписчиков писали, что как же так перебивать? Мы не привыкли, что вы перебиваете, мы не привыкли, что вы так много хвастаетесь. И я тоже считаю этот эфир не самым удачным в своей жизни. Но я рассчитывала на беседу, а мы обе с Татьяной люди, которые привыкли к монологам. И нам беседовать оказалось сложно. И поэтому когда я понимала, что вроде вот она высказалась и пора мне, то я перебивала действительно. И была очень напряжена. И я повинилась. Это я написала в тех же комментариях, дала право. Перебивала и очень переживаю. Да, хвасталась и очень переживаю. Но Мужецкой ничего не знала про моих детей. Ну, конечно, я должна была использовать этот момент, чтобы еще раз похвастать детьми. Кстати, мне недавно написала одна очень известная журналист, что в Америке, по-моему, издана книга «Матери успешных детей». И это беседер. Поэтому я же не просто так рассказываю про детей. Я же еще хочу дать надежду людям, что это возможно в хорошей, дружной семье вырастить детей, близких, успешных. Мы отходим от темы. Что вы делаете неувитально? Потому что это один из тех неприятных вопросов, которые я хотела вам задать. Почему вы постоянно хвастаетесь своими детьми? Люди пишут в комментариях. Все, они инвентарь. Вот смотрите, как отвечать нужно на неприятные вопросы. Его еще не задали, а вы уже показываетесь, что его могут задать. А я по-другому могу ответить. А вопрос еще, вопрос, почему вы так часто хвастаетесь своими детьми? Ну, потому что всегда была хвастунишка. Это правда. Я с этим борюсь. Все. Тоже же можно. Можно же просто признать. И мы об этом пишем в книжке. Можно сказать, не знаю, вещать, разобраться и ответить потом. Куже всего молчать, краснеть и чего-то там из себя или по бумажке отвечать там. Вы знаете, как сейчас бывает? Готовится выступление там больших начальников. Им пишут заранее вопросы, им пишут ответы, и все это выучивается наизусть. Один свои вопросы наизусть, другой ответы наизусть. Это же все видно. Это же так неинтересно, это так скучно, это путем никуда. Это громкая чипка в первом классе. Когда дети учатся читать, вот значит, первый вариант читает вопрос, и второй вариант читает ответы в сказке какой-нибудь там русско-народной. Скажи, пожалуйста, а как тебе удалось вырастить вот такого взрослого, молодого человека? Вы имеете в виду старшего сына? Андрея, да. Оно само, не знаю. Оно само выросло? Нет, так не бывает. Какие вот у вас были вот в общении такие фишки? Ну вот что? Ну что ты точно понимаешь, что это выросло вот из этого? Мне правда очень интересно. Мне все время кажется, что ему не 22, а там 35, 40. А ему правда не 22, а 23. Ну да, понятно. Тоже хороший ответ, кстати. Ну? Мы опять же отходим от тем вопросов. Почему я задала вопрос? Ты отвечаешь. Если уж говорить про фишки, то, наверное, это юмор. Мы все время шутили друг с другом. Мне кажется, когда ребенок пошел в детский сад и обнаружил, что есть люди, которые разговаривают серьезно, для него это был шок. Потому что серьезно с ним никто и не разговаривал. Всегда только с юмором. У нас тоже всегда было очень много смеха. И Петенька, он рос такой полненький, такой крепенький. Вот никогда не скажешь. Был, да, такой в детстве. Они у меня все были упитаны. Вова говорила, почему у нас дети такие бумоваты? Потом мы расстали. И вот Вова приходил домой и кричал, дайте мне вилку, дайте мне ножик. Ребенок бегал по дому. Столько было хохота, понимаешь, это все было так. Прямо картинки у меня перед глазами. Хорошо. Закрытые вопросы. Это плохо? Слышала такое на каком-то тренинге. Объясняю. Закрытые вопросы, это когда вы отвечаете, можно сказать, да или нет. Ничего не плохо. А почему плохо? Иногда очень хорошо. Иногда блиц можно сделать. Например, Света, отвечай только да или нет. Я задаю или я отвечаю? Я задаю, ты отвечаешь. А, давайте. Блиц на да и нет. Готова? Давайте. Пожалуйста. Ты довольна собой? Да. Ты... у тебя есть мечта? Нет. Нет. У меня закончились вопросы. Я не привыкла. Вот видите, как легко отвечать на вопросы да и нет. Почему они... Я не привыкла на да и нет. Вы знаете, какие я люблю блиц, и какие я делала блиц? А на да и нет не делала блиц. Я делала блиц на выбор. На выбор. Вот это я люблю. Вот давай. Юбка или брюки? Брюки. Брюнет или блондин? Брюнет. Забота или романтика? Ни то, ни другое. Цветы или ягодки? Ягодки. Кино или театр? Ни то, ни другое. Книга или кино? Книга. Толстой или Достоевский? Достоевский. Кошка сейчас шутит. Толстоевский. Кошка или собака? Собака. Кофе или чай? Чай. Ну, в общем, вот так. Это очень приятное занятие. И, кстати, очень трудно, довольно быстро. Это как шарики такие кидать. Потому что человек отвечает быстро, а вы должны новое задавать. И очень советую вам потренироваться, например, с детьми. Дети очень любят такие вещи. Можно ещё записать на телефон. Можно, да, я добавлю. Вот сейчас-то мы первую часть Блица говорили. Как правило, если вы задаёте, играете в такой Блице, задаёте человеку вопрос, условно говорят, Толстой или Достоевский, человек говорит Достоевский, а потом начинает объяснять, почему. И вот там дальше происходит самое интересное. Он начинает раскрываться и какие-то свои глубины вытаскивать, которые он не хотел вам говорить, а вам были нужны. И вы их из него вытащили. Искусство задавать вопросы – это ещё искусство хорошего психолога и хорошего Эйчара. Меня всегда интересовали вопросы, которые людям задают на интервью. Мы теперь все знаем, что всегда в хорошем интервью люди спрашивают, а теперь вы задайте нам вопрос. И если человек хорошо подготовился, он скажет, я смотрел историю компании и был потрясён, как из почти провального, там, какого-нибудь 2007 года, когда было такое сокращение людей, такие там маленькие прибыли, и всё, вы вышли уже в 2011 году на такие серьёзные прибыли. Такого человека возьмут. Почему? Потому что он доказывает, что ему эта компания интересна. И то же самое с людьми. Если вы своими вопросами показываете, что вам человек интересен, трёхактный вопрос, какой угодно, только не вопрос на повал. Вопрос на повал, ну, он тяжёлый может быть, хотя есть люди, которые отвечают на него запросто. Никогда не забуду, как Немцова спросили, когда он выступал среди аудитории настроенной, ну, рьяно против него, просто рьяно, коммунистическая аудитория, и его спросили, кто стоит за вами? Вы нам скажите, даже по имени, что не называли, не Бориса Фёновичника, кто стоит за вами? Встал такой дяденькой, такой разъярён. Кто стоит за вами? И я знала, что Борис ответит, но я не представлялась, что настолько. Он спокойно обернулся, а в этом зале был бюст Ленина. И он сказал Ленину, и вот тут весь зал стал его залом. Понимаете, иногда надо просто использовать слова, которые заданы в вопросе. Ну, известная история, фишка такая, когда ребята из Угляда выступали, там собирали концерты поклонников, то Влад Листьев доставал из кармана как бы заготовленную, как бы присланную записку, так было написано, как вы относитесь к геям. И он читал, как мы относимся к геям. Пауза. Мы к ним не относимся. Это типичный вот пример вопроса на повал и ответа на повал. А на такие вопросы надо так и отвечать. Ну, для этого, конечно, надо уже определённую уверенность в себе обрести. Хорошо дома тренироваться, с друзьями тренироваться. Вот задайте мне какой-то неприятный вопрос, да? И дальше вот поищите на него ответы. Всё надо тренировать. И лучше в кругу людей, которые вас любят, знают и могут вам помочь. Без вопросов, когда человек живёт. Есть такие люди, которые не любят задавать вопросы. Они производят странные впечатления. Они производят впечатления замкнутых на самих себе, занятых самими собой. Хотя это не так. Они не привыкли, они боятся рисковать, как всегда, они не умеют. Вот я думаю, что люди, которые прочитают нашу книгу, они почувствуют какую-то определённую уверенность в том, как задавать вопросы и как на них отвечать. Кстати, один из комментариев у нас здесь. Девушка пишет, самый большой мой провал в коммуникации это полное неумение задавать вопросы. То есть человек хотел бы вопросы задавать, не то чтобы скучно, неинтересно, но не знает, что спросить. Начните с цитаты. Если вы хороший слушатель, записывайте какие-то интересные фразы от человека, который выступает и спросите, и скажите ему, вот я записала вот это, правильно ли я поняла, что это означает, что-то уточните. Начните с уточняющих вопросов. И вообще реакция может быть такая даже, что вот я записала эту фразу, это ваши фразы или это кем-то сказанные фразы? Ну просто опять уточните, потому что скажите, мне она очень понравилась, эта фраза. И это будет начало, оно абсолютно безопасное для вас, потому что это комплимент. Ведь вопрос может быть комплиментом. Вот у Светы там в нашей книге есть примеры мои, есть Светины. Там отличный пример вопроса комплимента, который я сейчас, вот когда выступала на точке кипения, привела этот пример. Мне всегда интересно, что Нина Витальдс скажет. Это из нашей книги. Я же не знаю, какой конкретный пример вы приведёте. Из нашей книги прекрасный пример. Когда муж дома говорит, дорогая, зачем мы ходим в ресторан, когда дома так вкусно? Ну, это же прекрасный совершенно, ну, прекрасный вопрос, комплимент. Их много таких. Почему ты стесняешься надеть купальник? Ты прекрасно у него выглядишь, у тебя хорошая фигура. Или ты самая красивая девушка здесь. Почему ты стесняешься надеть купальник, например, открытый? Вот. И это надо тоже не пренебрегать. Мне кажется, в нашем обществе мы очень редко говорим друг другу добрые слова. А от этого, знаете, происходит то потепление климата, которое всем на пользу. Не того большого, а вот такого, который вокруг нас. Микроклимата. Но бывают и неудачные комплименты, помните тоже, когда муж на праздновании, по-моему, там 50 лет совместной жизни или, может быть, день рождения жены, уже не так важно, он встаёт и говорит имениннице тост. Вот. Все говорят, некрасивая, некрасивая, а для меня ты лучше всех. Не повторяйте чужих ошибок. Не надо так говорить. Ещё мне понравилась история про… Это тоже в нашей книге, тоже светил пример. История, когда девушка в чате стала советоваться, ну, чат для тех женщин, которые хотят иметь ребёнка и не получается, ходит по врачам. И она советуется с подружками по чату, что вот есть врач, который получается помогать женщинам. Ну, прямо вот получается. Вот у неё рожают. Но я попала к другому врачу, и вот у нас, в общем, контакта нет. Но кабинеты рядом. И я прохожу, вот когда к своему врачу, то тот врач тоже меня видит. И мне неудобно, неловко от одного врача переходить к другому. И как мне быть? Вопрос. Прямо конкретный вопрос. И ответ в чате совершенно потрясающий. Написано так. А ты просто представь себе ситуацию. Лет через 50. Ты сидишь у камина одна, там, закутавшись плед, гладишь кошку и думаешь, всё-таки зря я не пошла тогда, вот тогда, к врачу его новой. И ты сидишь у камина, гладишь кошку и думаешь, а всё-таки хорошо, что я тогда не расстроила врача Иванова. А да, 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 именно так, ты молодец. Вот здесь же именно на этой парадоксальной логике, да, как хорошо, что я спасла там этого врача Иванова от переживания. От пяти минут переживания. Да, так вот, там же просто реальная есть история, да, потому что она после такой реакции пошла таки, это как с подростками, им скажешь наоборот, не ходил в магазин, пойдёт в магазин, скажешь, пойдёшь в магазин, не пойдёт в магазин. Вот. И она таки пошла к нужному врачу и через год и через год родила ребёнка. Прекрасная история. Ну, кажется, нам надо заканчивать из самого интересного. А ещё есть один обидный вопрос. А почему вы не отвечаете на вопросы, которые вам пишут в комментариях? Я читаю комментарии, мне кажется, этого достаточно. Писать всем спасибо за добрые слова, всем спасибо, 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 или что-то вы думаете особенное, вы понимаете, что это никому не интересно и очень много занимает времени. Но реально я очень переживаю. Я очень переживаю, что я не могу ответить каждому, что это не в моих силах, и я не хочу, чтобы за меня это делал кто-то. Это мои комментарии. Я прочитываю, смотрю, и если я обнаруживаю что-то, на что я не могу не ответить, я пишу так, человеку напишите мне в личку. Мы начинаем другая переписка. У меня много таких переписок. Мы теперь сделали клуб наших подписчиков, у нас вот эфиры, потому что многих из них мне прям хочется вам показать, из наших подписчиков, с которыми у меня сложились отношения. Я из комментариев их нахожу, этих людей. Понимаешь, я себя читаю, всё. А иногда пишу. Вот когда подписчики мужицкие пришли к нам на чат и сильно меня покритиковали, там мои начали меня защищать, очень смешно, это там всё смотреть, но забавно, смешно, трогательно, и спасибо вам, конечно. То я сказала, нет, они правы, они правы. Я была не права. Это интервью отнюдь. Да оно не интервью, я хотела беседу. Но, наверное, лучше было бы мне пойти в жанр интервью уже тогда, уже послушать Татьяну и на это успокоиться, не показывать себя. Ну, думаю, может быть, у нас будет ещё какая-то возможность сделать это на каком-то другом уровне. Вот. Тем не менее, ну, что мы все приобретаем опыт и самое главное не считать себя идеальным и понимать, что ты учишься всегда, даже если ты учитель. Книга у нас выйдет очень полезная, очень полезная, поэтому ждите её, мы дадим знать через все наши социальные... и очень в мае. Она выйдет уже в мае. Ну, по крайней мере... Вот сейчас будем думать, вот сейчас апрель и планируется, что она выйдет в мае. Давайте так осторожно скажем. Хорошо. Так, Свет, да. Кажется, всё? Кажется, всё. Кажется, мы ответили. Здесь ещё есть один вопрос, смотрим ли мы сейчас передачу «Что, где, когда» и претензии, что вопросы в передаче «Что, где, когда» не такие интересные, какие были раньше. Ну, вот за эти вопросы Нина Витальевна не отвечает, я вам честно скажу. Не она пишет вопросы «Что, где, когда» и не она отбирает. Мне просто повезло быть там, когда это создавалось, разбирать вместе с Ворошиловым мешки с вопросами. И тогда-то, может быть, я и начала интересоваться этой темой вопросов. Потому что как он, как он читал эти вопросы, как он их переначивал, перелицевал, можно сказать, и они делались гораздо интереснее, как он работал над каждым вопросом. И вот эти три стола никогда не забудут молодёжной редакции «Два часа ночи», «Великий Владимир Яковлевич Ворошилов», «Я никакая, вообще никакая, умирающая от того, что меня допустили». И вот вопрос я читаю, мне казались каждый вопрос просто бриллиантом. Он говорит, «Так это на этот стол». Этот стол был завален, это вопросы, которые мы не берём. Но другой стол, где было гораздо меньше всего, это подумать, это перелицевать, переделать. И ещё один стол, на котором было два-три вопроса, это брать. И вот так целую ночь он отбирал вопрос. Хорошо, что мы этим закончим. Вопросы – это безумно важно. Это круче иногда, чем выступление. Это путь к очень хорошей карьере. Это путь иметь друзей, любимых, говорить комплименты. Это маленький спич, который может быть устроен сложно, а может легко. И если вы умеете задавать вопросы, то я думаю, что вы легко научитесь на них отвечать. Важно уметь и то, и другое. Всё, пока. Спасибо тебе. Спасибо вам, Юна Витальевна. Зелёненький, кофточка. Вот. В зелёном всё можно. Спасибо. Спасибо.